Физкульт привет, Стражи Ворот! Сегодня я, как и обещал, расскажу вам о новом блокере Омиклин, в котором я играю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предыдущий мой блокер, как, в принципе, и вся экипировка, тоже были от Миклин. Почему так происходит, я уже говорил не раз. Сегодня я вам повторю, потому что на самом деле очень много информации есть англоязычной, но на русском языке для нас, воротчиков, мало что можно найти особенно полезного. Так вот, если вы стоите перед выбором экипировки для себя или для своего ребенка, я настоятельно рекомендую вам остановиться на фирме Миклин. Во-первых, это использование всех необходимых технологий и материалов требованиям, соответствующим реалиям современного хоккея. Действительно, это очень важно, потому что Миклин использует все те материалы, все технологии, которые применяются сейчас ведущими. Говоря ведущими, я имею в виду раскрученными брендами, марками. Все материалы такие же, которые используются в канадском и американском производстве. Почему я это говорю именно американском и канадском, чуть-чуть позже. Все материалы супер износостойкие. Это специальная искусственная кожа, как Lexus в свое время сделал комбинированную кожу из натурального и искусственного материала. Многие над ним смеялись, но потом все компании перешли на такое производство. На использование такой комбинированной смеси, если можно так сказать. Потому что такое производство, такое изготовление действительно продлевает срок жизни и качество материала улучшает. Вы дольше пользуетесь хорошим оборудованием. Все углы в современном блокере от Миклин соответствуют необходимым требованиям игры как в KHL, так и в NHL. Вы знаете, я раньше играл в России, тоже играл в форме Миклин. И многие в KHL сейчас используют. В высшей лиге я уже не говорю. Именно в форму Миклин. Переехав в Америку, я заказал себе у Миклин новый комплект. Хотя вы знаете, я как никто другой мог спокойно купить себе здесь именно американскую или канадскую компанию, сделанную именно в Канаде или в Америке. Давайте сейчас поговорим, почему именно в Канаде или в Америке. Потому что материалы, которые там используются, технологии, позволят вам точно так же, как и все материалы и технологии от Миклин, долго и качественно пользоваться данной экипировкой. Если же вы купите китайского производителя, что делает 99% жителей в России, в Украине, в Белоруссии, где играют еще наши люди в хоккей, то вы покупаете совершенно другое качество. И через год уже форма начнет разваливаться. Я это видел, вижу здесь в Америке, видел в России. И форма от Миклин, я снимал свою старую форму, есть ролик, найдите, посмотрите, которой уже почти 7 лет. Она выглядит лучше, чем годовалая форма любого мирового бренда, сделанного в Китае. Понимаете? Вы платите за Миклин гораздо дешевле, чем если вы будете покупать какую-то форму китайского производства, пусть даже с мировым известным брендом. Но, по сути, вы будете переплачивать не в один, не в два, не в три раза, в десятки раз. По той простой причине, что вам придется очень быстро менять свою экипировку. Она начнет разваливаться, начнет вам гадить, если так можно сказать. Потому что экипировка с приставкой PRO, а именно такую экипировку нужно покупать, не значит, что если вы играете в любительской лиге, вам не понадобится PRO экипировка. PRO экипировка это гарантия качества и, самое главное, гарантия вашей безопасности. Именно поэтому я использую Миклин. Потому что можно заказать под себя любую форму, будь то блокер, будь то ловушка, щитки, шорты, нагрудник. Когда 8 лет назад или 9 я первый раз решил заказать форму от Миклин, то я просто поехал к ним в Нижний Новгород и с меня сняли полностью все замеры, потому что я не был уверен, что смогу это сделать самостоятельно, а я хотел получить максимально возможное качество при максимальной защите. Поэтому я не поленился, поехал, сняли с меня заказы, замеры и сделали мне форму. Сейчас я до сих пор, уже даже играя в Америке, играю с использованием данной экипировки. Вы постоянно видите, что я играю в перчатках на руках. Несмотря на то, что вся современная форма, в том числе и от Миклин, используют антибактериальные материалы, рука не потеет, я предпочитаю играть в перчатки по той простой причине, что это позволяет мне очень быстро одевать и снимать блокер во время игры, во время пауз между игрой, если мне вдруг захотелось почесать нос, либо попить воды. Это очень комфортно. Но я заметил, что какого бы качества и уровня не была экипировка, она сохраняет новый вид. Вам приятно в ней играть очень долго. Это удлиняется, если вы используете хлопчатобумажные перчатки. Всем настоятельно рекомендую это делать. Это удобно, это приятно. Защита у современного блокера от Миклин невероятно классная. С любых сторон, что очень важно, часто вы знаете, мы ловим, блокируем открытой рукой, если приходится тянуться, не всегда удается разворачивать блокер необходимой стороной. И очень важно, чтобы защита была со всех сторон. Это соответствует мировому стандарту. Ваша защита, защита ваших пальцев будет на высоте. Вы не будете переживать ни за свою руку, если играете сами, ни за руку вашего ребенка, если ваш ребенок играет в хоккей и защищает ворота. Для меня это очень важно. Для меня не важен вес, но для большинства людей я знаю, что очень важен. Так вот, данный блокер, как и ловушка, невероятно легкие. Реально, он весит меньше двух килограмм. В это сложно поверить, но действительно очень-очень легкий. Как этого добиваются, для меня до сих пор остается загадкой. И когда я играю, я практически не ощущаю веса на руке. Вот основные характеристики, которые должны вами учитываться при выборе экипировки для себя или для своего ребенка. Это защита, это износостойкость. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок и вы были максимально защищены, максимально долгий срок, я все же рекомендую вам купить Миклин. Если вы хотите все-таки играть в мировых брендах, в известных брендах, то обязательно покупайте только американское, либо канадское изготовление. Не покупайтесь на Китай. Цена будет такая же, но качество будет говно. Даже если на вид это смотрится очень хорошо, я сам проходил через это, то через год вы будете просто жалеть и проклинать все на свете, почему вы потратили такое большое количество денег на такое Г. Ребята, хотите получать удовольствие от игры? Используйте Миклин. Как это делаю я? Как это делал я в России и продолжаю делать в Америке. Не потому, что я рекламирую данную фирму. Нет, вы знаете, все только потому, что я сам играю и сам играю именно в Миклин. Что, берегите себя, пишите вопросы, рекомендации в комментариях. Давайте объединяться. Вы знаете, что на русском языке очень мало информации, а мы все с вами, вратари, не профессионалы, нуждаемся в постоянном опыте. Мне приходилось всего добиваться, достигать самому. И уже потом, когда я смог позволить себе покупать уроки у профессиональных вратарей, и в России, и здесь, в Америке иногда я это делаю, приходят какие-то подсказки со стороны. Если вы обладаете каким-то опытом, если вы еще и обучались в школе для вратарей, если вы являетесь профессиональным вратарем, не храните все секреты и знания в себе. Это нехорошо. Делитесь с нами. Пишите ваши рекомендации в комментариях, либо присылайте мне в личку, в контакт. Я буду делать из этого статьи, видеоролики, выкладывать для того, чтобы другие ребята, кто не имеет возможности получать грамотные тренировки, тоже получали необходимые знания, хорошо играли, защищая ворота и свои команды. Если у вас есть возможность, и вы обладаете знанием, и можете сделать видео, присылайте видео мне на почту, и я буду их выкладывать на данном канале, в данном плейлисте. Поверьте, большое количество людей, и я в том числе, будем благодарны вам за это. Всем пока, увидимся на льду и в тренажерном зале. Берегите себя и рамку. Субтитры сделал DimaTorzok